Южная Корея и США 1 октября провели совместные военные учения с боевыми стрельбами. Проходили они в 50 километрах от Сеула на полигоне Пхочхон. Задействована авиация, артиллерия и бронетанковые силы. Со стороны США в учениях принимает участие около 500 солдат, 5 БМП «Брэдли» и штурмовой самолёт А-10. Со стороны Южной Кореи 600 военных, три боевые машины К-21 и три вертолёта. «Цель этой миссии, как и всегда, развить способность корейской и американской армии работать в боевых условиях в случае любых непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть здесь, на корейском полуострове. Таким образом, мы строим доверительные отношения между нашими армиями. Они учатся работать вместе. Эти учения очень сложные и максимально приближены к реальности. Благодаря им мы гораздо лучше подготовлены, чтобы сражаться вместе в случае войны». Сеул и Вашингтон являются союзниками со времён окончания войны между Северной и Южной Кореями 1950-53 годов. На территории Южной Кореи базируется около 28 тысяч военнослужащих армии США. Напомним, официально Сеул и Пхеньян в то время так и не подписали перемирие. Было принято только соглашение о прекращении огня, то есть формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны. В этом году Пентагон также объявил об отправке на полуостров дополнительного батальона из 800 солдат и 80 единиц наземной боевой техники. Военные учения США и Южная Корея проводят регулярно, в связи с чем КНДР, как правило, выражает недовольство, вплоть до угроз нападения.